МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, есть колоссальное удовлетворение от того, что первое, мы приехали домой, второе, от того, что мы сделали. Поэтому спокойной совести, можно сказать, даже больше. Но вот ледник вас встретил не очень приветливо, правильно? Опять же, по пресс-релизам ориентируюсь. Были какие-то нюансы сложные, опасные? Да ледник, он есть ледник. Если там трещины, то они никуда не денутся. Их может стать или больше, или меньше. Они могут закрыты, снеговый, не закрыты. Поэтому мы попали в то время, когда по леднику ходить очень трудно. И если летом, потому что сам леднику, вернее, в зимнее время, поэтому сам леднику можно спокойно было проходить на лыжах. Сейчас мы, кстати, использовали снегоступы. То вот в настоящее время снег ушел, был очень голый лед. И это создавало дополнительные проблемы. Не то, что специально для нас, просто такое время года. Лед, как острый иглый, они действительно острые. И если неосторожно падаешь рукой, пытаешься щититься, то у нас было несколько случаев, когда просто были самые настоящие порезы. Ну и погода очень такая нестабильная. Все время за день 20 раз погода меняется. Мы считаем это хорошо. Ну, был день, когда мы вообще просто в нижнем белье, в термобелье, как минимум полдня путешествовали. Таких фотографий мы не видели. Никогда просто валил снег, они еще впереди. У нас фотографий много тысяч, и потом это по заказу. У нас не было темы. А вот музей, который вы фотографировали с высоты птичьего полета, это необычно для наших путешественников? Второй раз на наших экспедициях, первый раз это было на Людских островах, мы использовали управляемые мини-вертолеты, так называемые дроны. И туда вставлены видеокамеры, можно делать и фотографии, и видео. Мы достаточно активно это использовали, хотя не всегда погода это позволяет. Речь идет о видимости. И самое главное, конечно, ветер. Летали над ледниками, над снежниками, летали над нашим судном. И самое потрясающее, даже удалось заснять огромное стадо моржей, в котором просто были потрясены той необычной птичкой, которая вдруг на их лежбище опускалась. Это вызвало очень большое беспокойство. Среди их там было два рядом расположенных стада, ну, каждая не менее чем по сотне голов. И мы даже немножко чрезвое испугались, потому что они проявили очень большое беспокойство, начали активно вставать. Да, это вот сколько ни кричали, ни шумели, хоть поднимитесь, покажите голову для фотографии, надо попозировать слегка, да? Но не получалось. А вот эта маленькая птичка, которая записывала над спящими или отдыхающими моржами, вызвала бы некоторый переполох. А вот огромное количество медведей доставило какие-то неудобства? Или, может быть, были интересные просто моменты, столкновения какие-то? Вы наблюдали за ними или не привелось? Ну, знаете, я очень доволен, что реально нос к носу мы столкнулись с медведем только один раз. Это один из участников, который буквально Николай Кадырков, он из Рязанской области, из Елатьмы, он фактически наступил в берлогу медведя, в какую-то канаву на снежнике на высоте 550 метров, и сунул туда голову, посмотреть, что же такая за канава необычная, на обычно ровном снежнике. И вдруг там получил в ответ рык и сигнал того, что, парень, это место уже занято, надо отсюда уходить. Ну, один путешественник вернулся седым. С какими результатами приехали вы? Что обнаружили? Стоят ли вышки предыдущих исследователей? Никто не знал, что же стало с теми геодезическими знаками, которые поставили российские, шведские исследователи. И почему? Ну, из-за того, что как-то особого интереса, может быть, и не было, во-вторых, было предположено, что что-то всё-таки должно остаться, но конкретно полного описания этих знаков не было. Мы такую картину составили, и действительно в некоторых нас очень трудно подниматься, некоторые были реально опасные участки в горах, которые надо было преодолевать с использованием, так скажем, как вот предыдущего опыта подъема в горы. И, вы знаете, у нас теперь полная такая вот картина. На каждый сигнал составлен определенный протокол. Сейчас мы эти данные обрабатываем. Высота, размеры, диаметр, вверху, внизу, координаты, место расположения других каких-то объектов. Потому что кроме сигнала, на самом деле, мы нашли много других интересных вещей, которые и не в дневниках участников не описаны, ни современными историками, ни геодезистами никак не упоминаются. И в этом плане мы считаем, что сделали много других интересных находок, как в профессиональном плане, так и в человеческом. Мне кажется, русские исследователи, они пробираются туда, куда остальные с опаской поглядывают даже. Как вас местные жители встретили? Там же были тоже люди-профессионалы, которые понимали, насколько опасно все ваши восхождения. Ну, если те местные жители или Норвеги, которые были у нас в составе команды, а мы приглашали, мы арендовали норвежскую яхту, правда, капитан был из Англии, а управляющая такая команда была из Норвегии, хотя себя мы тоже причисляем к управляющей команде. Мы также несли вахту, там тянули паруса, так сказать, по команде, естественно, более опытных людей. Так вот, конечно, стиль работы, который демонстрировали мы, а это был очень неправильный стиль работы, у нас не было суток как таковых, у нас все время было светло, и поэтому мы работали, в зависимости от того, что надо было сделать, как позволяла погода, в первую очередь, это значит, постоянно рваный ритм. Мы никогда не спали больше трех, четырех, максимум пяти часов между вахтами, между восхождениями, которые тоже приходили, мы не знали, сколько это может занять. И они занимали у нас. А вот этот ритм, он был необходим? У вас были какие-то ограниченные рамки? Нет, рамки всегда работают в летнее время по погоде, если есть окно возможностей, определяется, прежде всего, конечно, погодой, готовностью людей, то должны мы вот эту небольшую форточку возможностей использовать по максимуму. В этом плане, конечно, я могу сказать, Норвегам было достаточно тяжело, которые по статусу должны были как бы нас охранять от этих белых милей, к концу все обернулось тем, что вот, ребята, один карабин, второй, мы немножко отдохнем, вы вперед там, идите на берег, вот, мы вас забросим, вы поднимаетесь в горы, мы шли, и что самое главное, никто из наших ребят, у нас достаточно большое количество людей было, и молодых, и постарше, и женщины отчаянные были в нашей команде, никто практически никогда не пропускал возможность лишний раз выйти на берег и посмотреть те вещи, которые до них никто не видел. Вот немножко о членах команды, самые отважные, это кто был, мне кажется, женщины тоже у нас непобедимые, они готовы испытать все на себе, иногда даже больше мужчин. Ну, в составе управляющей команды, или так как экипажа были две женщины, одна из Норвегии, хотя так больше, наверное, финка, женщина из Англии, хотя она сейчас живет в Греции, очень сложный состав, и две Рязанки у нас было, это мама и дочка Юлия Воробьева, ее дочка Анна, выпускница Мгимова, вот такие отчаянные женщины у нас были. А вы для чего их брали? Для поддержки, для компании, для кухни? Вы знаете, первое, они изъявили желание, это было их собственное желание, зная о целях и задачах экспедиции, зная многих участников экспедиции, живьем по жизни во время спортивных каких-то мероприятий, имея увлечения, как, например, Юлия Олеговна Воробьева, она достаточно активная яхтсменка, не только теннисистка, известная в Рязани предприниматель, вот у нее такое вот, было огромное желание, она давно готовилась, ее отец с нами был в тренировочной или в рекахностировочном походе на этом же Петербергене в апреле месяце, мы про это вам рассказывали, ну и теперь вот для отца и дедушки семья Воробьевых продолжила, вот такие традиции были в нашем составе, но вообще основа команды, это, конечно, были рязанские участники, те люди, которые со мной ходили и на Северный полюс, и на Аляску, и на Алиутские острова были в первой поездке на Шпицберген, кроме того, были представители у нас, два молодых человек, очень сильных из Воронежа, из Москвы, из Ярославля, ну и были у нас члены международной команды, это наш давнишний приятель на Аляске в Анкольдже Питер Рифтер, мы обычно останавливаемся у него, он нам помогает в организации путешествий по следам первопроходцев Русской Америки, и приятно мне сказать, мой крестник, сын моего давнего походного товарища в экспедициях на Северный полюс Роберта Свона, 25 лет назад мы первый с ним делали экспедицию на Северный полюс, теперь его подрос сын 20-летний студент, он сам до этого жил в Австралии, сейчас он в Калифорнии, вот первая половина маршрута на яхте, барни Свон был тоже с нами, конечно, очень хорошее сочетание опыта и молодости, реальный урок патриотизма, участниками которого они были, поскольку нахождение вот этих исторических знаков, знание истории, как это все происходило, мы же читали архивы, научные отчеты, книгу, которая была выпущена после этой экспедиции астрономом Александром Семеновичем Васильевым, такое вот хорошее документальное художественное свидетельство, и когда ты читаешь и с этой книгой проходишь по этим местам, которые он описывает, ты испытываешь те же самые ощущения, эмоции, которые тогда люди испытывали, знаете, это ни в каком учебнике не прочитать, это надо на себе испытать, после этого не надо говорить хорошие слова о том, как любить свою родину и гордиться достижениями ее достойных представителей. По-моему, отличная точка, у нас, к сожалению, ограничено время, вот вы за кадром сказали, что сейчас надо передохнуть, но мы вас знаем хорошо, я думаю, это совсем не о вас, вы уже готовитесь к новым приключениям, я вам от всей души желаю удачи, спасибо вам большое, это была программа подробностей, до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!